Добрый день, дорогие любимые ученики, подписчики и зрители канала YouTube. Я рад вас приветствовать на очередном нашем уроке, который посвящен изготовлению данной горловины. Изучив эту технологию, вы сможете и кокетки данным способом выполнять, и вот фрагменты рукава. Очень много где можно использовать данную технологию. На уроке я покажу основные принципы, а вот как вы сможете варианты делать. Вот сейчас на картинке вы видите. Вот так можно обработать сзади застежку. В моем уроке мы просто оставили разрез, не стали усложнять, удлинять урок. Но вы можете и потайную молнию выполнить, и на пуговицах, и просто оставить разрез. Об этом, обо всем я расскажу на уроке, покажу, и мы вместе с вами проделаем действие. Единственное, что я хочу порекомендовать, даже просьба есть, сразу не надо дорогущий материал резать и выполнять эту горловину. Сделайте сначала учебные, вот как я сделал. Вот номер один, номер два, номер три уже можно на дорогом бархате резать. Для выполнения нашего урока нам потребуется выкроить детали кроя перед, спинка, дополнительная деталь, которая вот собирается в сборочке, кособейка для обработки горловины, и вот такие вот подкрайные обтачки, дополнительные детали, о которых я уже расскажу позже более подробно. Можно делать с ними, можно делать без них, но я предпочитаю делать вот с ними, они держат форму горловины и дают возможность ее вот так вот очень точно здесь выполнить. Для того, чтобы начать конструирование, моделирование, я взял базовые выкройки переда и спинки. Здесь у нас есть горизонтальная линия плеча и середина спинки. По моей системе кроя, вот по европейской, мои ученицы знают об этом, но если вы по своей системе кроете, то у вас здесь должен быть прямой угол. Вот горловина не должна быть опущена вниз на некоторые сантиметры. Просто вот угол. Берем и вносим изменения. Вот глубина горловины у меня вот по моей модели 3 сантиметра. А ее ширина 10 сантиметра. А ее ширина 10. От середины спинки до наклона плечевого среза у меня 10 сантиметров. И я рисую вырез горловины от руки вот таким вот образом. Вот как бы я и хотел бы его видеть на готовом изделии. Вот. Почему я вот так подробно объяснил, чтобы вы вот отсюда не начали 3 сантиметра опускать. Уже от готовой горловины. Опускать нужно от самой верхней точки. Вот. Естественно, вы можете делать по желанию ниже, выше, шире, уже. То, что на манекене, вот так я сделал. Это вам для уже дальнейшего выполнения различных форм горловин. Вот один из вариантов я показываю. Теперь насчет переда. Вниз от этого уголочка нужно отмерить 14. 14. От середины переда на наклон плеча 10. И рисуем от руки красивую плавную линию горловины. Где-то вот так будет хорошо. Вот. Вот так будет хорошо. И вырезаем. Вот так. Теперь следующие изменения, которые мы должны внести. Вот о чем я и говорил. Дополнительные наши обтачки, которые мы должны сейчас вырезать. И уже на основе этих обтачек мы потом создадим вот эту деталь, которая собирается. И уже про кособейку тоже позже скажу, чтобы сейчас от основных действий нам не отвлекаться. От выреза горловины я отмерю 5 сантиметров. Вот. Параллельно. 5, 5. Можно пользоваться вот такой вот специальной линейкой. Она продается в магазине рукоделия. Просто видите, она отсвечивает и неудобно смотреть видео зрителям. Поэтому я ей не пользуюсь, когда записываю ролики. А когда я работаю без камеры, конечно, очень удобно ей пользоваться. Вот так вот прикладываете и чертите. Вот. Очень удобно. Или просто вот линейкой. И соединяем. Чем больше вы точек установите, тем у вас точнее получится эта линия. Вот. Вырезаем. Вырезаем. Можете написать вот здесь, что вот это середина переда, а это линия плеча, чтобы не запутаться. Теперь берем спинку и так же по 5 сантиметров. Вы можете, естественно, вот эти 5 сантиметров менять. 4 сделать, 6, 7. На моем манекене, вот, 5 сантиметров, поэтому я тоже показываю пятерку. Вот. Плавно соединяю и вырезаю. Так же устанавливаю здесь метки, линия плеча, середина спинки. Следующее действие. Нам нужно измерить длину вот этой вот оттачки по центру. Я беру сантиметровую ленту и ребром сантиметровой ленты измеряю вот здесь вот. От середины переда до линии плеча. У меня получилось вот здесь вот 14. Измеряю здесь. Здесь у меня получилось. Вот так вот, если я прикладываю 22. Берем калькулятор. 14 плюс 22. 22 у нас получится 36. Вот 36 половина получилась у нас. Нам нужно общую, поэтому мы умножаем на 2, получаем 72. Но мы видим, что вот эта вот наша деталь, она в складочку собирается. Поэтому для складочек мы должны к этой величине 72 сантиметра добавить по желанию, в зависимости от ткани, от модели, мы прибавляем вот эти вот сантиметры. Я возьму и умножу просто на 2. Вот 72 я умножу на 2 и у меня получится 144. Значит, я вот эту вот деталь выкрою 144 сантиметра длиной и 7 сантиметров шириной. Затем я ее соберу, она у меня опять будет здесь 72 сантиметра. И мы с вами посмотрим, как ее вточать и получить вот этот вот эффект. Вы можете не на 2 умножать. Вот 72. Вот эту длину вы можете не на 2 умножить, а, например, на 25%, на 30% от 72. Можете, например, и на 3 умножить, тогда у вас вообще здесь густо получатся складочки. Все делается тоже по вашему желанию. Вот как получилось, если я взял две длины вот этой, вы увидите на манекене в конце урока. Вот. Здесь тоже было взято в два раза больше. Ну, чуть меньше здесь было. Например, тут было 72, а я взял 100. Вот. На 20, на 30% больше, длиннее взял. И, конечно, здесь нужно прибавить на обработку по 1,5-2 сантиметра вот с этих вот двух срезиков. Теперь насчет кособеечки. Вот она, видите, проходит. Кособейка по горловине. Мы берем и ребром сантиметровой ленты измеряем нашу горловину. Уже вот по самому вырезу. Здесь 11 на спинке, а здесь у нас на передней части вот 18. 11 плюс 18, чтобы не ошибиться, на калькуляторе посчитаем, будет 29. Значит, 29 я опять должен умножить на 2. Получим 58. Вот эти 58 сантиметров у меня вот является вот эта вот длина моей кособейки. Плюс, конечно, еще на швы по 1,5. 58 плюс 3 будет 61. Здесь 1,5, здесь 1,5. Общий 3. Кособейку, как выкраивать, вы, наверное, знаете. Берем ткань и выкраиваем кособеечки. Обычно ткани остается меньше, чем хотелось бы. Поэтому ее делают сточной из нескольких кусочков. Я сейчас что сделаю? Возьму ткань, приложу мои вот основные детали, чтобы долевая совпадала с серединой переда. Вот сгиб у меня совпадет с серединой переда. И долевая, естественно, будет проходить здесь. Здесь я везде оставлю на швы. По боковому срезу я оставлю в соответствии с силуэтом моей модели. Прилегающая, полуприлегающая, свободная. Уже по вашей вот системе кроя. Мои ученицы знают, сколько здесь прибавлять. Поэтому не буду сейчас ваше время задерживать. А это у меня задняя часть. Я здесь тоже прибавлю по сантиметру. Здесь прибавлю сколько мне надо. А по центру спинки я прибавлю 3 сантиметра. Потому что у меня здесь может быть так, как пуговицы. Так и молния потайная. А может быть и просто. Вот этот лиф будет притачен к нижней части моего платья, которого я шью клиентке. Вот, например, на этом уровне. А здесь будет просто вот разрезик, который на пуговичку будет застегиваться. Здесь множество вариантов. Самое важное вот изучить сегодня вот эту часть. Вот эту часть верхнюю. Обтачки таким же способом я приложу. Серединой переда на сгиб здесь добавлю по сантиметру. Заднюю обтачку я приложу серединой спинки, вот отступив 3 сантиметра. От края ткани, от срезиков ткани здесь по сантиметру добавлю. Я вам сейчас покажу, как получилось у меня. И, конечно, я вырежу из другой ткани вот эту деталь, которую мы уже с вами рассчитали. Не буду сейчас повторяться. Посмотрите, перемотайте ролик. И вырежу кособейку для обработки горловины. Все вам покажу, и мы с вами приступим к технологии стачивания. Я вырезал из ткани детали кроя. Вот перед вами спинка, перед. Обтачки. Вот дополнительные наши детали для спинки и переда. Вот полосочка для сборок, метр сорок четыре мы с вами измеряли. И семь сантиметров по ширине. Почему семь? Потому что здесь сантиметр-сантиметр останется пять. А у нас мы вырезали вот как раз пять сантиметров. И еще кособейка, про которую я вам говорил. Сейчас я вам покажу. Хотелось бы сказать про выточку на спине. Вот я посчитал, что она мне не нужна на плечевом срезе. Но если вы хотите, вы можете сделать. Можете здесь присобрать. Я решил сделать без выточки. Вот. Теперь насчет кособейки. Как правило, остается всегда ткани не очень много для ее выполнения. Если вы, конечно, лишние полметра не приобрели. Но вот так она делается из нескольких вот кусочков. Я разметил. Опять-таки с помощью вот линейки. Вот этой чудесной. Вот здесь есть 45 градусов угол. Или можно взять лист А4. Сложить его вот таким образом. Приложить к долевой. Вот кромки. И наметить. Ширина 6 сантиметров. В моем случае. Получится вот как вы видели на готовой уже вот такой ширины. Можно сделать, конечно, уже, шире. Но я сделал вот. 6 сантиметров выкраиваем. Получается вот такая. Мы посмотрим в дальнейшем, в процессе изготовления, как она складывается. Вот. Я сейчас стачаю вот по этим срезикам нашу кособейку. Вы, наверное, знаете, как это делается. Вот. Затем я стачаю наши детали по плечевым срезам. Вот. Сточаю здесь по плечевым. Сточаю наши обтачки по плечевым срезам. Вот. Разутюжу их в разные стороны. И уже мы с вами дальше приступим к сборке нашей горловины. Вот. Я буду шить на вот эту матовую сторону. Потому что вот глянцевая будет отсвечивать. И будет неудобно смотреть урок. Поэтому, чтобы вы не спрашивали в комментариях, что я перепутал лицевую с изнаночной. Я буду шить вот на эту сторону. Итак, я приступаю к стачиванию плечевых швов. Приступаю к стачиванию кособейки в одну целую полоску. Затем возвращаюсь. Поэтапно буду вам показывать весь процесс. Я стачал по плечевым срезам. Разутюжил в разные стороны. Вот так вот у меня получилось. Теперь мне нужно сюда приточать вот нашу дополнительную деталь. Которую я соберу в сборочке. Для этого я прострочу. Вот у меня здесь есть 3 см. Я оставил припуски. Начиная вот от этой точки. Прострочу на четверке. На широком шаге на швейной машине. Строчку до следующей вот этой вот точки. С одной стороны прострочу и с другой стороны прострочу. Можете два раза прострочить. Вот как вы привыкли собирать. Я, например, один раз прострочу одной строчкой. И за одну ниточку потянув, у меня начнется собираться этот шов. До такого вот нужно собрать уровня, чтобы он поместился вот в этот вот срез горловины. Вот. Чтобы он поместился сюда. Затем верхнюю часть, вот верхний срез, я потяну одну ниточку и соберу до уровня моей горловины, которая уже идет по обтачкам. Но для этого я должен сначала выполнить вот этот шаг, а потом уже мы с вами дальше займемся. Они собираются не одинаково. Нижняя часть соберется больше, меньше, то есть, а верхняя часть будет собираться больше. Теперь давайте сначала что сделаем. Я вам просто объясняю, как это все будет происходить. Прострочим вот эту ленточку с двух сторон на четверке. Я уже самостоятельно прострочу, а затем вернемся и будем дальше изучать процесс изготовления вот нашей горловины. Но еще у меня получилась вот эта вот горловина сама. Я тоже ее стачал, видите, по плечевым срезикам разутюжил в разные стороны. Вот. И кособейка у меня получилась вот как раз хватит, чтобы обработать срез. Так вот с этой стороны выглядит, так вот с этой стороны выглядит. Итак, я иду и на четверке прострачиваю вот нашу деталь с двух сторон. Очень длинные строчки, вот полтора метра, полтора метра. Иду стачивать. Я прострочил, так вот у меня получилось. Теперь, потянув за одну нитку, у меня начнется здесь процесс сборок. Вот. Это делается очень аккуратно, медленно, чтобы не порвать нитку. Вот такой вот процесс собирания данных швов. Нужно тянуть за одну нитку и собирать, естественно, вот откуда вы начали, в эту сторону вот и собираем. Я имею в виду, что если вы начнете сейчас отсюда тоже собирать, то они встретятся и произойдет очень нехорошее действие. Поэтому нужно вот за одну ниточку выбрать из четырех, за нее тянуть и уже собирать. Вот. До следующего вот этого вот ограничителя. И что нужно сделать, чтобы вот этот вот срезик, он равнялся нашей вот этой горловине, которую мы вырезали новую. Вот. У нас с вами есть вот эта горловина без обтачек. Вот горловина минус обтачки. Мы берем и собираем вот этот вот срез до той степени, чтобы вот он полностью у нас вот здесь разместился. Складочки должны собираться одинаково. Я имею в виду, что везде вот они должны быть одинаковые, а не так, что здесь гуще, здесь вот меньше. Это занимает время и аккуратность. Я сейчас проделаю это действие. Возьму иголку с ниткой. Здесь сложу лицо с лицом, приметаю и покажу вам, как у меня получилось. Вот. Здесь никаких секретов нет, просто элементарная аккуратность. Нужно аккуратно это все проделать. Вы можете разделить полоску на четыре одинаковые части, разделить горловину на четыре одинаковые части. И вот частями это сюда приметывать, чтобы равномерно сделать. Уже тут много-много-много лайфхаков есть, секретов. Поэтому выбирайте тот, который вам привычен, либо просто аккуратно делаете по всей вот этой вот длине. Я сейчас посвящу время этому, проделаю и покажу, что у меня получилось. Я вот собрал срез, здесь разделил горловину на четыре равных участка, вот надсечки установил. Здесь тоже установил надсечки. До собирания я разделил, потому что когда уже вы собрали, потом точно разделить не получится. Вот у меня тоже здесь есть надсечки. Вот. Теперь просто соединяя эти надсечки, я приметаю лицо к лицу. И у меня получится вот здесь приметанная вот такая вот деталь. Затем мы с вами будем приметывать вот данную деталь. И вот этот срез приметаем сюда. Я это все вам покажу. Если вы хотите прям от и до пошаговый пошив, под роликом есть ссылки на мои полноценные обучающие уроки. Я уже 11 лет обучаю с помощью видеоуроков. Переходите, там ВКонтакте у нас есть каталог. Очень интересные подробные уроки от А до Я. Все показываем. А здесь вот я показываю, чтобы не занимать ваше время, только самые вот основные моменты. Я приметываю, показываю, как у меня получилось. И показываю, как приметать данную деталь. Я пристрочил. Вот так у меня получилось. Вот с изнамки. И вот так вот с лицевой стороны выглядит. У меня здесь выточки размечены на лицевой, потому что это учебная. Я могу здесь делать так, как мне удобно. А на настоящем изделии я бы, конечно, их разметил с изнанки. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно вот нашу обтачку с изнаночной стороны следующим образом укрепить сначала. Переворачиваем, раскладываем, вот, чтобы нам было удобно и хорошо видно. Берем нашу обтачку. И мы должны вот эту вот нижнюю длинную сторону сюда приметать. Вот. Только приметать нужно так, чтобы здесь была не изнаночная, а вот так вот лицевая сторона, чтобы красиво было. Вот. И обязательно, смотрите, здесь у нас есть вот надсечка, центр, середина переда. И здесь есть надсечка. Я беру булавку и соединяю вот таким образом. Затем я соединяю по плечам. Вот так. Я соединяю по центру спинки. И уже здесь вот 3 сантиметра пока у меня в свободном полете для обработки этого среза. Главное нам вот обработать вот это. Потом уже займемся вот этим. И здесь вот, смотрите, так получилось. Вот. Также нужно здесь тоже укрепить. И уже затем сметать маленькими сметочными ручными стежками. Вот. Или, как вы привыкли, булавками можно укрепить и прострочить. Вот. И у нас получится то, что здесь вот с изнаночной стороны у нас будет обтачка пристрочена. Я уверен, вы поняли, как ее здесь укреплять. Потому что она вот, видите, вот так вот сюда вставляется прям по крою. Я притачал обтачку. Убрал нитки-наметки. Теперь мне нужно поднять обтачку, швы и дополнительную деталь вот так наверх. И здесь проложить ручную строчку. Вот. Шов вперед, иголка. Чтобы у меня все швы вот так были наверх. И уже вы затем сами решаете здесь прокладывать строчку, либо не прокладывать. Я не буду прокладывать, просто вот так наверх подниму все эти швы и детальки. И у меня получится вот такая картина. И уже у нас потом остается с вами потянуть одну ниточку и сделать так, чтобы вот у нас вот этот вот срез, он равнялся длине вот этого нашего среза горловины. Потому что мы будем притачивать вот к этому срезику. Я сейчас что сделаю? Вот так вот наметаю наверх эти детали. Затем одну ниточку потяну. Вот как я здесь собрал, соберу. И прям вот приметаю вот сюда. Но я вам покажу один секрет, чтобы у вас получилось везде ровно. Сначала я проделаю вот о чем я рассказал. А затем мы посмотрим, как я буду вот равномерно сюда приметывать вот этот срез к этому срезу. Я наметал. Вот так вот у меня получилось. Вот видите, она просится уже, чтобы ее вот здесь стянули за одну ниточку. И аккуратно распределили. Вот я просто хотел показать вам поэтапно, чтобы пошагово этот момент тоже. Вот видите, сейчас вот так выглядит. Сейчас буду за одну нитку тянуть. Я вам это уже показывал. И, конечно, какое-то время это занимает. Надо очень аккуратно, очень равномерно распределить вот по всей вот этой вот нашей горловине. Вот эту вот розовую деталь. Я отделяю одну нитку и начинаю за нее только тянуть. Ну, я вам этот уже процесс показывал. И до противоположного краюшку. Вот так вот у меня, видите, получится. И потом я расскажу, как нам равномерно сюда распределить ее. Вот фрагмент я вам показал. Я вот присобрал. У меня вот так вот получилось. Здесь у меня центр вот совместился с надсечкой. Здесь тоже я надсечки устанавливал. Чтоб у меня вот четыре участка равномерно собрались. Даже больше здесь получается. И знаете вот, что теперь вам нужно сделать? Взять иголку с ниткой и ручным стежком, мелким укрепить вот эти оба среза перед тем, как стачать их на швейной машине. Когда мы будем с вами сейчас вот прокладывать сметочную строчку, наша задача, чтобы они шли вот вертикально вот так вот. Вот видите? Не нужно их вот так вот делать или вот так вот, ну, чтобы они вот сместились. Стараться, чтобы они шли вот ровно. Вот как идет у вас вот этот шов, чтобы как бы под прямым углом, да, они были. Ну, вот понятно, что мы же выкраивали ровную полоску. Вот моя задача и ваша тоже сейчас постараться сделать так, чтобы они шли ровно, не скошено. И чтобы везде одинаково было вот собрано. Видите, здесь у меня вот как бы ровно идет, а здесь складочки. Я должен вот, значит, сюда немножко складочки распределить. Чтобы не было такого, что здесь у меня будет плоско, а здесь у меня будет много-много-много вот этих вот складок. Поэтому я сейчас тоже аккуратно на столе разложив, вот беру иголку с ниткой и аккуратненько все это формирую, формирую и приметываю. А затем прострочу на швейной машине, уберу нитку наметки, и мы с вами будем уже учиться здесь кособейкой обрабатывать наш срез. Я проложил строчку наметки, укрепив обе детали. Так вот выглядит с этой стороны, так вот выглядит с этой стороны. Здесь у нас есть середина спинки, и 3 сантиметра мы оставляли на застежку. Я просто подгибаю вот эти вот припуски внутрь, здесь укрепляю, подгибаю внутрь. Вы делаете по своему усмотрению, в зависимости от того, какого типа у вас тут будет застежка. Поэтому я здесь внимание не акцентрирую, расскажу, как я сделаю. Просто вот так внутрь подогну их и закреплю. Вот. А затем, что нужно сделать. Вот у нас есть с вами кособейка. Ее нужно сложить вот так вот, изнаночной стороной внутрь, и приутюжить, чтобы она была вот у вас 3 сантиметра, получилась шириной и в два слоя. Можно сразу обрабатывать, не приутюживая. Но я еще рекомендую, перед тем, как вот заняться обработкой, здесь проложить закрепляющую строчку на расстоянии вот 1 мм вот от этой строчки, которой мы с вами собирали складочки. Ну, в сторону обтачки на 1 мм сдвинуться и проложить ее. Затем убрать нитки-наметки и только после этого уже кособейку сюда укрепить. Я сейчас самостоятельно здесь сделаю по своему желанию вот эти вот кончики, проложу строчку, уберу нитку-наметки, здесь посередине спинки вот так вот внутрь заутюжу, и мы с вами уже приступим к обработке нашей горловины кособейкой. Я проложил строчку, обработал у середины спинки, так вот у меня получилось. Теперь я беру кособейку, складываю у начала вот таким образом, затем здесь, конечно, нужно сделать ровно. Теперь я складываю пополам, у меня получается 3 см, прикладываю к нашему срезу и наметываю вот по всей окружности горловины, вот таким образом. Затем прострачиваю и покажу, что нужно делать дальше. Начинаю, значит, вот так и иду по всей окружности. Вот таким образом наметываю, прострачиваю, покажу, как получилось и покажу, что нужно делать дальше. Я пристрочил кособейку к горловине, вот половину. Теперь наша задача здесь удалить нитки-наметки и перевалить нашу кособейку на внутреннюю сторону, формируя вот здесь вот кантик одинаковый по всей длине горловины. А вот с изнаночной стороны, чтобы вот этот сгиб, он вот так вот на один миллиметр был ниже шва, вот, который здесь вот существует, вот видите. Потому что мы с вами будем строчить потом по лицевой стороне между кантиком и розовой тканью, вот в этот вот орычек, в эту линию. И чтобы строчка зацепила внутреннюю часть кособейки. Я сейчас сажусь за закроечный стол, беру иголку с ниткой и очень тщательно это все наметываю. Чтобы здесь у меня не было, что здесь у меня вот так узко, здесь широко, везде должно быть одинаково. Здесь обязательно она должна перевалиться, перейти вот этот шов, чтобы потом не было такого, что вот такие незастроченные у меня останутся участки. Не попадет строчка сюда. Можно, конечно, вручную это все, но если вы клиенту шьете, ему будет не очень интересно такую модель получить. Изделие такое. Да и вам самим будет неинтересно пользоваться. Поэтому отнестись надо очень ответственно, аккуратно, два-три раза наметайте ниткой в одну. Иголкой с ниткой в одну нитку. Поэтому единственный секрет красивой вот этой кособейки по горловине, это только ваша аккуратность. Нет никаких тут секретов. Очень нужно аккуратно, ответственно к этому отнестись. Я уже на камеру это показывать не буду. Сяду сейчас за рабочий стол, буду аккуратно формировать, а потом перейдем к швейной машине. Я вам прям покажу на видео, как я здесь буду прострачивать. Я вот приметал двумя строчками, чтобы было уже конкретно, надежно. И мы сейчас с вами попробуем прострочить вот с лицевой стороны между кособейкой и розовой деталью. И посмотрим с изнаночной стороны, как у нас будет выглядеть данная строчка. Я вот подкладываю. Очень осторожно здесь начинаю. Я потом кончики ниток завяжу, на иголку одену и продену между кособейкой. Не буду вперед-назад здесь делать, чтобы не было грубо. Чистую работу буду делать. Вот, раздвигая немного пальцами, вот, прям сюда, вот так, первые строчки. Раз-два стежки, колесом машинки, а потом уже медленно-медленно педаль нажимаю и начинаю строчить. Прокладываю прям между... Вот, конечно, можно и по кособейке прям прострочить, но лично в моей модели вот так вот, чтобы строчки не было видно. Вот, ну, еще немного, чтобы можно было показать. Вот, несложно, только практика. Вот, видите, как с лицевой стороны, да, как будто я приклеил ее суперклеем, не видно строчки. А вот с изнанки, вот я в режиме реального времени сделал. Все получилось красиво, аккуратно, зацепилось. Видите, на один миллиметр у меня зацепилось от сгиба вот этой вот кособеечки, как бы. Поэтому, что нужно, чтобы так получилось? Только аккуратность и, конечно, практика. Я сейчас уже до конца дострачу, вот, до противоположного края. Вот, уберу нитки-наметки. Здесь закреплю аккуратно. Даже, знаете, вот этими нитками я на иголку их одену, продену в ушко ручной иголки. И вот здесь вот иногда получается не всегда так, как хотелось бы. Вот это место я немножко здесь оформлю с помощью ручных стежков. Вот это все туда внутрь сделаю, вот так прилеплю. И вот так вот аккуратно здесь вот все зафиксирую. И вот у меня получится очень аккуратно. Вот. Ну, такая вот получилась у меня кособеечка. Я желаю, чтобы у вас тоже получалось похоже и еще лучше даже. Я прострочил. Вот так вот у меня получилось. Здесь вот обработал вручную. Вот так вот получились у меня вот эти вот кончики. Так выглядит с этой стороны, с внешней. С внутренней. Здесь при соединении по центру спинки вот так вот красиво выглядит. Здесь можно, как я уже говорил, сделать молнию, сделать застежку, планку. Можно здесь пристрочить пуговицы. Миллион вариантов. Можно до этого места сделать отрезное. Здесь просто на пуговичку будет разрез. Главное, чтобы вот здесь у вас было одинаково. Вот здесь ширина кособейки, ширина розовой детали. И уже дальше пошло-поехало. Насчет ВТО, влажно-тепловой обработки. Если вы здесь проутюжите, у вас получится, вот я тут фрагмент сделал, вот такой эффект. Будут придавлены ваши складочки. Вот. Если вы не будете касаться утюгом, они будут вот так вот, объемные. Вам решать. Так же с кособейкой. Если вы ее придавите, она будет у вас придавленная. Если оставите в таком состоянии, она будет у вас, видите, как бы вот такая объемная. Надутая будет такая. По вашему желанию. Я, например, не буду проводить ВТО. Пускай у меня все будет объемным. Не хочу вот придавливать это все дело. Ну, естественно, я рекомендую сначала делать горловины, а потом уже выточки. Потому что если вы сделаете сначала выточки, у вас тут все исказится, очень трудно будет вот такую красивую ровную горловину сделать. Вот следующий этап уже выточки и так далее. Я благодарю вас за просмотр моего урока. Если вас интересуют полноценные видеоуроки о создании женской, детской, мужской одежды от А до Я, вот начиная от снятия мерок и заканчивая последним стишком, под роликом ссылка ВКонтакте. У нас есть каталог наших уроков. Переходите, пожалуйста, посмотрите о возможности получения данных уроков. Напишите мне на личные контакты. Под роликом они тоже есть. Спросите, если что непонятно. Я 24 часа открыт для общения. Помогаю, советую. И вот уже скоро будет в феврале, как 10 лет наша онлайн-школа шитья Тимофеевых существует. И еще будем существовать не один десяток лет. До встречи на новых видеоуроках. С вами был потомственный портной Тимофеев Александр. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...